Тема предстоящих выборов сегодня на первом месте у тех, кто на государственном уровне ведет подготовку к будущим кампаниям. Речь об избирательных комиссиях и, конечно, о тех, кто планирует участвовать в политической гонке. Какие именно обязательные мероприятия проводят партии, расскажем далее. 72 региональных отдела, 600 штабов и свыше 2000 политических отрядов. Эти и другие итоги за год работы подвела партия «Новые люди» на съезде в Москве. При этом главным вопросом стали списки кандидатов для участия в предстоящих выборах разных уровней. Самые крупные в Государственную Думу России. Определены претенденты в том числе и по Иркутской области. Некоторые из них в политике совсем новые персоны. Из близких меня поддерживают мои родители, моя бабушка. Мы все родились в Сибири, в городе Ангарске. Моя бабушка родилась в Красноярске. И, конечно, для меня это родные края. Всего от Иркутской области на съезде утверждено 4 кандидата. Это двое предпринимателей, блогер и фитнес-тренер. В целом по России от партии «Новые люди» выставлено 239 представителей на выборы. Большинство из них состоятся в единый день голосования. В этом году он назначен на 19 сентября по всей России. В этом году проходит очень много выборов в ЗАГС собрания региональные. И мы и в городские думы в некоторых регионах. И мы больше чем в 35 выборах участвуем. Участвовать в выборах разных уровней партия «Новые люди» будет, по сути, впервые. Ставку планируют делать на людей не из политики. И верят, что это придаст предстоящим компаниям дополнительную конкурентность. Каждый из кандидатов в ближайшее время представит избирателям на местах предвыборную программу. Она уже утверждена на съезде. Олег Федоров, новости по будням. Продолжение следует...